Приветствую вас дорогие зрители на канале Михалыч Топи Геймс. И мы на аккаунте Бухалыча сейчас отправляемся на рейд базы Выжившего. Все что нужно для рейда у меня естественно с собой. Три заряда С4, немного воды, еды и вот немножечко о заданиях. Я немного неудачно начал выполнять задания гуманитарной грузы, но почему-то гуманитарных грузов выпало 4 за день. Напишите ребят в комментариях у кого выпадало больше 3 гуманитарных грузов за день. Получается шанс вот этот дает которые навыки выпадения каких-то редких ивентов или как-то так оно там называется. У меня там процент это есть, то есть дает шанс выпадения любых ивентов дополнительных за день. То есть вот именно четвертый и у меня удалось все завершить. Мы нажимаем завершить и в принципе отправляемся на рейд. Также ребят не забывайте лайкать и подписываться на канал, если этого еще не сделали. У лекаря 909 хп и нечаянно выстрелы ему в голову. Так, ну что тут в принципе цепит. Брать то я нечего. Все что нужно у меня есть. Восстанавливает энергию, урон в ракопашном бою. Ну, навряд ли мы встретим турель у себя на пути. Поэтому ребят наверное отправляемся на рейд с чем вот у меня есть. Парочку банок фасоли и пожалуй бутылочку воды. Примем перед самим рейдом и все целенькое, все чинно, благородно. И мы выезжаем на глобальную инвентацию, чтобы посмотреть насколько крутая база нам выпадет. То есть не насколько, а какая именно сейчас база. Вот какая, насколько крутая мы увидим это. Блин, я никак не могу на каунте Бухалыча пойти на вот этот конвой. Наверное сегодня это нужно сделать обязательно. Плеер 58.25 и мы начинаем туда ехать. Естественно, ребят, естественно. Будем конечно надеяться, что там какой-то хорошенький лутец и база не совсем маленькая. Мне пишут, что ты Михалыч зажрался, скудный лут туда-сюда. Да, ну ребят, реально, бывают такие базы, что просто куча, мега много всего. И то, что база здесь не на весь, не на всю карту, то уже первые сомнения подкрадываются, что можем здесь и не найти хороший лут. Но вчера как бы попались мы на рейд, хороший, совсем неплохой. Даже дискету нашли и все остальное. Но здесь я вижу турель собирается только вообще, только-только начали собирать в ящике, в пикапе. Ноль лута. И пока я не заберу этот известняк, взорвать дверь невозможно. Опа, я там вижу еще одну. Постройку, достройку. What the fuck? Ребят, смотрите, вот это жесть. Нифига себе, это буферка? Да ладно, шоколадно, ребят. Мне интересно, что за база здесь? Так, первая есть, здесь из соломы и еще одна турель. То есть, все-таки парень серьезно готовится сделать антирейд базу. То есть, базу, которую хрен зарейдишь. Вот в этой, конечно, что выше стоит. В базе я вообще не вижу ни одной двери. Может, это вообще фуфил? Может, это обманка? Специально сделал для того, чтобы уводить. Смотрите, как все продумал. То есть, парень знает, что все рейдеры практически, ну, то есть, вот реальные рейдеры взрывают со стороны двери. То есть, дверь взрывает, чтобы не натыкнуться, например, на вот этот, на радио, которое срубить топором невозможно. И, как говорится, он специально построил возле двери двойную стену. Ну, здесь также мы видели сейчас сейф. И, пожалуй, наверное, давайте вот эти крашеные ящики сразу же залутаем. Хлобы с крашеным ящиками, дополнительные топоры. Дополнительные топоры, в принципе, я забираю. О, калашик в конце лежит. И бинты, и, в принципе, монтировка. Даже неплохая штука. Да, смотрите, неплохой лут. Неплохой лут для такого ящика, для такой базы. Совсем неплохо. Можно будет возвратиться еще разок сюда. Так, по-моему, стенда, если рубишь вообще... Что? Ты что рубил-то? В оружейном стенде вообще ничего. Тогда давайте ящик этот запилим. В этом ящике, в принципе, есть бензин и части двигателя. В принципе, неплохой. Совсем неплохой лут для базы. Такого уровня. Хотя, почему такого уровня? База нормальная, в принципе, отстроена в камни вся. Я бы, например, на месте разработчиков сделал бы постройку каменных баз немножечко полегче. Хотя, с другой стороны, если на месте рейдеров приходить постоянно на каменные базы с буферными зонами, то будет очень не сладко рейдить. Очень не сладко. Черная краска и вяленое мясо. Не вяленое, а сочный стейк. Разница есть. Приготовлена с помощью дров. А вяленое мясо, по-моему, просто вялится. Намного удобнее. Не нужно ни травишек, ни чего туда пихать. Ну, а мы давайте заглянем в чоппер. Все-таки, ну, сишку мы оставим. Калаш, естественно. Бензин, части двигателя и, наверное, бинты. Все остальное, в принципе, можно заменить. Заменить на что-то более крутое. Оставим мусор, то есть банки и пустые бутылки здесь. Хотя это тоже стратегически важный ресурс. Я бы сказал, что пустые бутылки хороший ресурс. Например, для пополнения воды. Да ладно, хранилище пустое. Нифига себе, хранилище пустое. Блин, я понимаю, что, о, 50 оранжевых талонов. Совсем неплохая проволока. Проволока, блин, похоже на какой-то антирейд. Скажите, вообще какие-то проволоки. Может быть, этот парень уже был на рейде? Это интересно. Где же тогда топовый лут? Фух, ну, была не была. Давайте все-таки надобьем вот эти ящики. И мы их залутаем, конечно, когда уже прибежит громила. Без громила у нас жизнь не мила, да? Ну, все-таки не могу я так держаться. Нужно вот там вот взорвать и деревянную базу залутать. Вот эту фигню тоже. Что там внутри? Ну, там чёпер внутри, ребят? Даже не буду рубить. Три шума не буду поднимать. Еще одна каменная база. Блин, шикарно. Что там внутри? Нифига не видно. Будем считать ее пустой? Будем считать ее пустой. Так, а вот эта база, блин. Ну, конечно, мне интересно, что здесь. Но вы не видите. Видите, что здесь вообще ни одной двери нет. Хотя, может быть, дверь где-то вот здесь. Ну, пока траву мы не соберем, ничего не увидим. Пофиг. Ставим С4 и увидим, что здесь будет. Будет. Бах! А-а-а! АТВ! Ребята, АТВ! Блин, мог залутать такой крутой лут, даже не привлекая внимания громилы. Ну, что делаем, что сделано. В принципе, я вижу, в деревянной базе у нас АТВ-шка. Ой, чоппер. Здесь АТВ. А, блин, тут можно что-то вот так вот сделать. То есть, ребят, я вам скажу, просто смысла взрывать другие знания нету. А здесь интересно, что какие-то станки. Ну, явно не ящики. Если бы ящики, то у окна было бы видно, да? Согласен. Видно было бы однозначно. Ну, а мы продолжаем сливать нашу зомбятину. В принципе, не имея никаких сложностей. Хорош, хорош. Главное, что мы наносим урон понемножечку, помаленечку. Несмотря на то, что он не такой уже большой. Потому что пистолет модернизированный только глушителем. Вам не кажется, что толстяки немножечко быстрее стали? Или, может, мой персонаж немного замедлился? Это пока что я не знаю. Ну, а мы давайте продолжим. У нас есть целых три ящика. Я все-таки хочу видеть здесь крутейший лот. Лобысь. Ноль. Топор дополнительный. На бухалыче бухло. И микруха. Ребят, последний ящик. Последний ящик. И, я так понимаю, последний шанс найти что-то крутое. И 95 шума. Я так понимаю, что можно забить чем-то более полезным. Свои пустые клеточки. Монтировочку давайте возьмем. Алюминиевые пластины возьмем. Они нужны для производства стен. Железные пластины. Что просто железные слитки. Можно взять 20 болтов на всякий случай. Может быть, когда-нибудь пригодятся. Здесь что? Здесь краска черная. Можно взять тоже. Давайте так. Краску черную мы оставим на потом. Сейчас мы взрываем. То есть, сейчас мы бьем вот этот ящик. Берем то, что там попалось. Если там ничего нет хорошего. То, конечно же. Давайте проверим еще здесь. Тоже, в принципе, такого сверх крутого морковка. Лучше ягод каких-то навернем. Все-таки ключи. Я все-таки уверен, что они когда-то будут нужны. И ключи я заберу с собой. Если ничего здесь нету, то мы заменяем вот этот надбитый топор. Вот в этом ящике, по-моему. Если я не ошибаюсь. На черную краску. Сразу же мы это все сделаем вот так. Чтобы у нас было все на мази. На связи. И пора. Бах. Красные талоны. Да. Все, ребят. Я ухожу. С Громилой у меня никаких договоренностей нет. И как бы не сильно люблю я с ним общаться. То есть троллить или еще что-то. Но мы видим, что рейд в принципе у нас получился не совсем плохой. И забрали то, что забрали. Калаш, конечно, не такое сверхъестественное оружие. Какое хотелось бы забрать. Ну, есть и ломики, и мясо. И может быть еще топоры. Также можно было, конечно, освободить целую ячейку. И забрать еще что-то. Ну, уже ничего назад не вернуть. И, пожалуй, я возвращаюсь на базу. Будем делиться с рейдерами. Надеюсь, они сегодня будут более лояльны. И вот эту проволоку алюминию, которую я несу к себе домой. Они заберут с удовольствием. Подождем мега-крутую загрузочку. Ничего на свете дольше нету, чем загрузка у нас в лаздайке. Так, так, так. Конечно, разрыв соединения. То, что хотелось бы увидеть при переходе на каждую локацию. Немножечко уже поднадоело. Ну и, наверное, давайте навык очнем. Ну, хотя навык скупщик у меня уже есть. Собачник. Хорош. Нормально, наверное. Собачник тоже хорошая штука. Будем собак находить побольше. Так, с помощью спринта мы подбегаем к нашим уже довольным рейдерам. Которые ждут и не дождутся свой лут. Бабах, потянет. Намогу вынесли к листьям. Ни хрена себе. Ого. Конечно, вы сегодня рейдеры злые. Так, ну что. Я думаю, что вот такое вот количество. 31 талон отдаем. Талонов оранжевых у меня хватает за глаза. Штук 200 точно есть. 250 даже. Так что, ребят, нажимаем поделиться. Надеюсь, что вам понравилось это видео. И вы поставите под ним лайкусик. Если еще не подписались на канал, то обязательно подпишитесь. Всем пока-пока. И увидимся в следующих видосах. Субтитры сделал DimaTorzok